добрый вечер друзья сейчас проверим слышите ли вы меня давайте так давайте так брат железов юрий и еще пару человек которые постоянно со мной общаются мой телефон номер под рукой ответьте пожалуйста слышно ли меня вот нам иногда приходилось проявлять самодеятельность и без особого разрешения антону валерьевича начинать вебинар жду от вас реакцию а пока полюбуйтесь на эту девушку понимаете приходят смотреть ману лизу стоят часами стоят и вот они стоят и думают до 3 килограмма краски не меньше а слушаю брат давай туда я считаю не начинаю причем проследила одна я пока просто поговорю не да не для протокола смотрю я получается меня слышат на не все смотрю друзья на картину пусть на репродукцию ману лизу и думаю боже мой если бы я выставили свободную продажу это миллиардов десять а может и сто 3 килограмма краски полтора квадратных метров холста а здесь пожалуйста на экране живой человек вот здесь я считаю смотреть надо вот здесь смотреть надо хотел бы чтобы все слышали поэтому я пока просто говорю не в как плане учеба а так между собой так называются подождем может да вот это вот 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 кстати сказать вот эту даму да вот эту молодую женщину я бы взял в наручники а почему я скажу чуть позже когда меня все услышат почему я надо в наручники вот догадайтесь сами вот еще одну фотографию посмотрим видели да мы сделали вот это вот кино на пару вот видите и тут она раскрылась одной своей интересной стороной полное неприятие приемов которые выворачивать карманы наших наших соотечественников буквально грабеж распирал напугать а потом разорить напугать разорить но я надеюсь вот фильм смотрели так идем дальше вернее идем дальше возвращаемся там где мы были вот ну еще тогда покажу ее данные ячешникова татьяны сады для чего это надо она живет земли чтобы рисовать тут 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 а как там что поток и что полопаешь вот это где-то так ее полный адрес ее телефон пожалуйста электронной почте знакомьтесь дружите и учитесь а я еще подожду когда мой брат повторно мне позвонит давайте мы так нас не так много мы еще потеряем слушатели где-то вот у меня предыдущий вебинар вы видели сейчас я такую интересную тему вам расскажу когда убедюсь что меня все слышат вот ее руки вот она ее рука видели вот вы что думаете когда неделю назад я не рассказал к ней выстроилась очередь из института вот как вы думаете а у нее результаты лучше чем в Мичуринском институте по крайней мере то что я видел ну понятно да я это все рассказываю поэтому я как бы просто время тяну вот а второй раз рассказать не грех а вдруг кто-то этого не видел этого чуда ладно возвращаемся обратно снова сюда и сейчас я тогда напомню еще об одном лидере новый лидер для нашей группы а мы давно знакомы и он где-то уже я не раз его вспоминал его зовут его фамилия Немытов вот а зовут Алексей Юрьевич вот он у нас так трансляции на сайте бизон нету только на ютубе но время идет давайте так давайте примем то что нас много людей не услышат сегодня итак значит чем хороша ну еще будет запись кому надо тот увидят записи чем хороша Татьяна Александровна значит я познакомившись с ней вот близко близко я значит понял что если взять небольшой список тех кто должен заменить опозоривших себя ведущих вот я серьезно говорю я сегодня докажу что они опозорили вот себя и докажу это значит ну список небольшой я решил добавить Татьяну Александровну ну и так как прикол знаю прекрасно что это нереально потому что торговцы ядами по моему уже победили навсегда и торговцы импортными фруктами тогда я знаю что это нереально я все так спросил ты так сам ну вот а если ведущий ну примерно так же как Чапайя спрашивали а сможешь армия командой вот вспоминаем эту знаменитую фразу да Петька смогу и вдруг она мне говорит нет как нет высшее образование бухгалтер экономист волшебные руки значит внешность для такая какая должна быть чтобы украшать экран именно украшать а она говорит я не соглашусь никогда почему а меня тогда сценарий будет это работа с ядами то есть я должна буду работать с ядами меня это так это самое восхитило восхитило что человек считает что он не имеет морального права вот предлагать людям то что губит сады вот поэтому все таки она в списке остается а вероятность того что наши придут сами понимаете равна окажется нулю вот ну а то что я написал в наручнике это если вдруг министр сменится вот потому что нужен новый министр понятно вот почему когда-то кто-то где-то у него много советников есть советники в том числе и по сельскому хозяйству и где-то может быть кто-то один там где-нибудь в администрации следит за нами за нашим кружком зная что только мы можем изменить ситуацию в России где-то придет и шепнет надежды мы послушали железу прав надежды на возрождение промышленных садов в России невозможно это инфляция это цены это жесточайший климат это звериная технология вот перестроиться невозможно это накупить миллионы саженцев для промышленных садов дать людям эти гранты дать людям кредиты пусть даже беспроцентные все будет уничтожено даже если попробовали я расскажу все уничтожили вот тогда остается что каждое на своем участке может вырасти 10-20-30 саженцев а потом примерно как будет сейчас я еще немножко вас с ним этого познакомлю вот Алексей Юрьевич как он в этом фильме-то сказал вот в этом вот вот в этом вот в этом вот в этом вот он последний фильм в нем это оренбурже на проводе как он сказал нам хватает одного абрикосового дерева ясно? вот ну не мы-то специалисты что с ним взять-то что вы хотите а вот в других садах может 3 надо иметь абрикосов 9 даже 8 чтобы получать аполярь если место позволяет и так по всей стране для этого что нужно сделать для этого нужно чтобы миллионы дачников узнали как надо выращивать и виноград и абрикосы и все-все-все-все-все-все вот вот и поэтому я и написал что ага пришла новая власть тебе никто не прикажет рекламировать яд вот соглашайся эмэ я не хочу у меня это головная боль тогда наручники вот вот так вот я примерно представляю как должно быть ну вот немножко познакомились с люди потом все это откроется уже все же будет разосланы да и вас я прошу друзья получили сухо на досвиде всем другом почему еще